Привет, друзья, это канал Илон Маск. Без лишних вступлений, этот выпуск посвящен 1 апреля, так что садитесь поудобнее и получайте свою порцию хорошего настроения. Если видео понравится, обязательно поставь ему лайк, поделись им с друзьями и подпишись на канал. Впереди много интересного. Погнали! Даже стандартная Model 3 сможет разогнаться с нуля до 60 миль в час, или с нуля до сотни километров в час меньше, чем за 6 секунд. Мы в Тесла медленных тачек не держим. Хотите увидеть машину? Смотрите, сегодня мы вам ее не покажем. Да я шучу, вы чего? Где-то же должно быть 1 апреля. Вывозите. Если когда-нибудь наступит апокалипсис, гипотетически, нужно будет просто нажать кнопку защиты от биологического оружия. Это настоящая кнопка. Мы просто хотим быть на передовой во время конца света. Слушайте, это важно. Стекло выдержит ядерный взрыв. Или мы вернем вам деньги. Полностью. Это будет самое большое отдельно стоящее здание в мире по площади. И второе по объему после фабрики Боинг в Вашингтоне. Представьте что-то знакомое, например, Боинг 747. Ну вы же знаете, он достаточно большой. Мы можем припарковать почти сотню 747 в этом здании. Это еще что? Туда влезет 50 миллиардов хомячков. Эта крыша будет выглядеть лучше, чем обычная, и при этом она будет практически вечная. Я хотел сделать гарантию на вечность, но в бухгалтерии мне сказали, что так у них там что-то не сойдется. Поэтому она вечная или до тех пор, пока Ваш дом не сыпется в труху. Основная мысль, которую я сегодня хочу донести до покупателей, купить любой другой автомобиль, кроме Теслы, финансовый суицид. Через три года это будет то же самое, что владеть лошадью. Нет ничего плохого, если вы хотите лошадь. Просто не стоит иметь завышенных ожиданий. Раз уж мы заговорили о безумии, я трижды ездил в Россию, чтобы заключить контракт на покупку нескольких самых больших МБР, которыми они располагали. Странный опыт. Как вообще можно организовывать такие переговоры? Ну, сначала ты общаешься с людьми, которые знают нужных людей, и вскоре ты уже разговариваешь с представителями ракетных войск России. Оказывается, Россия вполне себе капиталистическая страна. Если бы у тебя была бесполезная суперсила, какой бы она была? Например, один парень сказал, что хотел бы временно отсоединять свою руку, пока лежит с девушкой, и обнимать ее сзади. Это все, что он хочет делать с девушкой? Ты говоришь о людях, которые отправятся на Марс на ракете? Да, да. Это опасно? Я читал о радиации. Опасно ли это? Да что вообще может пойти не так? Бред какой-то, прекрати. Привет, Илон. Меня зовут Джон Ян. Погодите, подолью себе немного вина. Конечно. Слушайте, это выступление будет становиться лучше с каждой минутой. После Model S и Model X я решил, будет смешно, если мы сделаем Model E. Но потом Форд пообещали подать на нас в суд. Форд убил секс. Франц, сможешь попробовать разбить это стекло? Верен? Да. Ух ты ж блять. Ну, может ты и перестарался? Попробуем другое. Давай. Ну, насквозь ты не пробил, это уже хорошо. Давай пробовать. Не, серьезно? Окей, давай. Ну что, хотя бы не насквозь. Ну ладно, неплохо. Есть над чем поработать. Вообще мы бросали в него гаечные ключи и всякую фигню, даже буквально бросили в окно кухонную раковину, и оно не разбилось. Так что странно, что сейчас это произошло. Ну, ладно. Замажем на постпродакшене. Думаю, что в следующем году мы сможем посадить ракету в целости. Мы уже сажали ее. Просто не целую. Если бы ты мог взять одного человека на Марс, кто бы это был? А нам бы пришлось населять планету. Не-не-не-не. Кого-то очень фертильного. Давай вернемся к тому пари, который ты заключил сам собой. Немного сумасшедшему пари. Ты заработал денег с продажи PayPal, после чего решил построить космическую компанию. Ради бога. Зачем? Да, мне часто задают этот вопрос. Слышал шутку про парня, который занимался космической сферой и у которого было небольшое состояние. Естественно, панчлайн, изначально у него было большое состояние. Я так людям и отвечаю. Я просто пытался найти самый короткий путь, как превратить большое состояние в маленькое. А они смотрят на меня, типа, он же шутит. Я благодарен всем, кто приобрел наш огнемет. Вы не пожалеете. А может и пожалеете. Но скучно не будет. Мы были на свидании, и я говорил только об электромобилях. Это было не лучшим решением. То есть в основном это был монолог? Да, она сказала, что первый вопрос, который я ей задал, был «Ты когда-нибудь думал об электромобилях?» Нет, она о них не думала. То есть ты понял, что это не лучший метод очаровывать девушку? Да, не лучший. Хотя с недавних пор это стало более эффективно. Каков твой подход к новым индустриям и инновационным сферам? Как ты определяешь, когда стоит врываться в дело, или у тебя нет магического шара? Или есть? Или может у тебя доска Уиджи? Как ты выбираешь, чем заниматься? Ну, конечно же, доска Уиджи. Гораздо надежнее магического шара. Меня называли идиотом, шарлатаном, идиотом и шарлатаном, то есть еще и не очень хорошим шарлатаном. Знаете, что я хотел бы сделать? Уверен, многие наши инженеры сейчас впервые об этом услышат. Я бы хотел, чтобы коннектор зарядки сам подключался к автомобилю. Как змея. Как в Metal Gear Solid. Во-первых, я большой фанат НАСА. В какой-то период времени моим паролем было «Я люблю НАСА». Все в этом зале вдохновляются тобой, а кем вдохновляешься ты? Ну, Канни Уэстом, конечно. Я на выходных говорил с подругой, и она спросила, когда ты в последний раз брал отпуск. Так, чтобы не работать целую неделю. И я сказал, ну, может в 2000-м. У меня тогда была малярия. Ты, конечно, обо многом размышляешь, но когда ты играешь в игры, ты удовлетворен? Или есть что-то, что бесит тебя в играх? Что бы ты хотел увидеть в играх в будущем? Не уверен, что мне стоит это говорить. Ты тоже работаешь над игрой? Нет. Нет, ну может, не знаю. Может, что-то с рейтингом 17+. Почему-то из Нэдскейп мне не ответили. Я даже попробовал потусоваться в холле, но постеснялся с кем-то заговорить. Так что просто стоял там. И просто зашел? У тебя был с собой резюме? Да, это было неловко. Я просто стоял там, пытался понять, с кем могу заговорить, но я слишком сильно боялся и просто ушел. Вы совершили три запуска, и каждый из них... Если цель — достичь орбиты, то каждый из них оказался провальным. Как вы справились? Ну, до космоса-то мы добрались. Ладно, до космоса, может, и добрались, но не добрались туда, куда хотели. Не до конца. Простите. Ну, знаешь, не думаю, что стоит идти до конца на первых свиданиях. Люди часто обсуждают отправление на Марс. В одну сторону. И не будет ли так проще? Может, это и имеет смысл для первых полетов, но в долгосрочной перспективе, чтобы снизить стоимость, нужно будет возвращать корабль. Вернуться ли на нем люди — не столь важно. Но корабль вернуть нужно. Он дорогой. Контр-аргумент всегда — разве на Земле нет проблем, которые нам нужно решить? Может, на этом сосредоточимся? И ответ простой — конечно же, большую часть внимания нам нужно уделять Земле. Но еще немного можно оставить для основания колонии на Марсе и становления жизни мультипланетной. Под «немного» я подразумеваю менее 1% наших ресурсов. Это не так важно, как, скажем, здравоохранение, но более важно, чем косметика. Послушайте, я не против косметики, мне все нравится, это здорово, но давайте серьезно. Помада или колония на Марсе? Вы говорили чуть раньше, что не хотите работать с придурками. А кто-то хочет? Модел Икс задерживается уже больше, чем на 2 года. Что пошло не так? Должен признать, у меня проблемы с пунктуальностью. Мы здесь, на гигантском шаре, заполненном жидким кислородом. Говорят, что у SpaceX большие шары, и это абсолютная правда. Меня зовут Рауль, я из Лос-Анджелеса, и у меня часы Тесла. Мы не производим часов. Ну, они тоже на батарейках. Думаете, более опасно патентовать, чем не патентовать? Поскольку нашими основными конкурентами являются государства, иски о нарушении патентных прав под вопросом. Раньше, когда люди пытались решить вопрос многоразовости ракеты, они приходили к выводу, что успех невозможен. Конечно, если речь идет о госпрограммах, эта программа жила бы еще длительное время после этого. Если говорить о таком объеме, вам нужно значительно увеличить поставки запчастей и улучшить сервис, чтобы справиться со спросом на запчасти и сервис. Что будете делать? Ну, видимо, нам придется нанять много людей в сервисные центры и закупить много запчастей. Можете немного намекнуть, что будет в этом году? Слушайте, да я на ходу все придумывал. Я так постоянно делаю. Губернатор Арнольд Шварценеггер. Спасибо за представление. Вы человек, который постоянно с кем-то соперничает. Вы конкурируете с такими людьми, как Джефф Безос. Джефф кто? Руля не будет. Через 20 лет это будет сродни владению лошадью. Аналогия, которую я привожу своей команде, такова. Ребята, представьте, что у нас 6 миллионов долларов. Стопка налички. 6 миллионов долларов падают с неба. Постараемся ли мы их поймать? Мне кажется, да. То есть попробовать-то можно. В худшем случае, они окажутся на дне океана. Но может мы их поймаем? И тогда, опа, у нас 6 миллионов долларов. Приинформируйте и меня, когда эта стопка налички полетит обратно. Я бы тоже хотел попробовать. С таким же успехом это могло быть стопкой наличных. Вы выложили это видео, оно ускорено? Оно замедлено. В первом поколении парашюты для приводнения. Потом, возможно, крылья или посадочные опоры. Третье поколение, точная реактивная посадка. Если посмотреть фильм про будущее, где к нам прилетают инопланетяне, как они приземляются? Именно так. Было бы странно, если бы они приводнились в океане на парашютах и такие «все в порядке», бояться нечего. Я думаю, что вся добыча ресурсов на Марсе будет в пользу Марса. Вести все это за 300 миллионов километров на Землю бессмысленно. Даже если на Марсе был бы кокаин, уже расфасованный по брикетам. Это все равно было бы бессмысленно. Марсианам, конечно, будет прикольно, но нам нет. Вся эта игра с ИИ, мы просто вызываем дьявола. Сначала все эти истории с чуваком с пентаграммой и святой водой, и ему говорят «ты уверен, что сможешь контролировать демона?» Никогда не срабатывает. Мне часто говорят, что я могу увеличить полезную нагрузку, если ракеты будут одноразовыми. Да, окей, то же самое с самолетами, если избавиться от посадочного оборудования и из-за крылок, а когда доберешься до места, просто выпрыгиваешь с парашютом. Но это было бы безумием, и так ни одного самолета не продашь. Уверен, я бы знал, если бы инопланетяне существовали. Я не видел ни одного доказательства их существования. Говорят, что армия прячет инопланетян в зоне 51, это популярный мем. Но, поверьте мне, самый быстрый способ увеличить финансирование обороны — сказать «смотрите, мы нашли инопланетянина», все бы сразу такие «ааааа, больше миллионов на оборону». Гарантирую, их бы показали сразу же. Спасибо, Илон. И еще, я не верю тебе про инопланетян. Надеюсь, я ошибаюсь. Если они здесь, надеюсь, они хорошие. Они нас еще не поубивали, значит не такие уж они и плохие. Очень важно, чтобы у вас из головы не торчали провода. Это фактически блютуз, соединяющий вас с телефоном. Конечно, тут нужно будет внимательно следить за обновлениями приложений, чтобы не было никаких багов. Обезьяна смогла успешно управлять компьютером с помощью мозга. Ну, просто чтобы вы знали. Я думал, мы пока решили об этом не говорить, но ладненько. Для первых людей, которые отправятся на Луну или Марс, это будет гораздо более опасно. Похоже на рекламу Шеклтона по освоению Антарктики. Сложно, опасно, высокие шансы погибнуть, и радость для тех, кто выживет. Система способна перевозить биологический груз. Ну, то есть, людей. Мы, скорее всего, сделаем следующий режим после безумного Макса, езда в Лос-Анджелесе. Мне кажется, безумный Макс в Л.А. не справится. Все Соединенные Штаты можно запитать энергией от солнечных панелей площадью 150-200 квадратных километров. Всю Америку. Возьмите кусочек Юты. Там все равно особо делать нечего, я там был. Мы нанимаем на работу людей со степенью MBA, но это обычно вопреки их степени, а не благодаря ей. У нас просто есть определенная продолжительность жизни, заложенная генетически. Возьмите, к примеру, плодовую муху. Даже если вы заставите ее заниматься спортом и придерживаться диеты, дадите ей идеальную жизнь, она проживет, ну, четыре недели вместо трех. Следующий вопрос. Как ты успеваешь заниматься всем одновременно? Три компании. Я бы не рекомендовал так делать. Сильно влияет на качество вашей жизни. Что насчет правительства и его политики? Я бы просто хотел проверять свою почту по дороге на работу. Некоторые уже так делают. Но я бы хотел делать это, не нарушая закон. А, ну это другой вопрос. Фотография в конце? Это фотография платы внутри Родстера, верно? Да, мы просто пытаемся запутать инопланетян настолько, насколько это возможно. Я бы советовал несколько вещей. Во-первых, сокращайте законы. Если закон длинный, тут что-то не чисто. Если количество слов в законе превышает количество слов во властелине колец... Что нужно делать, чтобы превратить малый бизнес в большой бизнес? Если честно, я не уверен, что обязательно нужно делать большой бизнес из малого. Иногда малый бизнес должен таким и оставаться. Иногда бизнес вообще не должен существовать. Ну правда, есть шутка. Если бы реальность была видеоигрой, графика отличная, сюжет ужасный, перезагрузка очень долгая. Для того чтобы наращивать объем производства, нам необходимо, чтобы вся цепочка поставок шла равномерно. В автомобиле несколько тысяч уникальных деталей, и если несколько из них не достает, мы не можем продолжать производство. Потому что люди замечают, что у них не хватает запчастей, и они очень расстраиваются. Это автомобиль, который разработан так, чтобы вам было максимально весело. мы постоянно добавляем в него различные функции, такие как подушка-пердушка, одна из моих любимых. Пожалуй, моя лучшая работа. Так выглядела фабрика во Фримонте. Черно-белая, она тут случайно. Это не так уж давно было. У них тогда даже цветных камер не было, в 2010-м. Все дело в стоимости строительства туннелей. Но серьезно. Туннель – это дыра в земле. Ну насколько это может быть трудно? Это пи***ц, как трудно. Есть видео. Тогда почему этот момент был так важен для тебя? Для того, чтобы повторно использовать первую ступень, которая равна 70% стоимости ракеты. Это сколько? Около 30-35 миллионов долларов. Ага. И ты хотел бы ее спасти? Да, я говорю своей команде, представьте, что есть мешок с деньгами, и он падает с неба. И он сгорит или разобьется. Попытаетесь ли вы его спасти? Ага-ага. Скорее всего, да. Кажется, это хорошая идея. Ну да. Мне кажется, когда Boeing 747 или DC-3 взлетел, главный инженер сказал, «Не могу поверить, что эта штука летит». В 2013 году мы впервые начали тестировать вертикальный взлет и посадку. В 2014 году бустер смог совершить мягкую посадку на воду. Посадка была мягкая, а потом он упал и взорвался. Но посадка целых 7 секунд, она была хороша. С точки зрения производства, сложнее всего для нас в ближайшие 6-9 месяцев будет выход на большой объем. Честно говоря, мы будем в производственном аду. Добро пожаловать. Приветствую вас в производственном аду. Что было бы, если бы в четвертый раз ничего не получилось? Мы бы не выжили. Но надо сказать, что они удачи были красочными. Я приезжал туда, на остров Кванджалейн, и поверьте мне, наблюдать за тем, как взрываются гигантские ракеты, необыкновенно. Я был одним из первых инвесторов SpaceX, и тогда я сказал, знаешь что? Если все, что мне останется это наблюдать за тем, как взрываются эти ракеты, это стоило каждого мать его цента, который я вложил в эту компанию. Что может быть лучше братской поддержки? Мы хотим, чтобы это было похоже на произведение искусства. Если я открываешь дверь, то сразу получаешь необыкновенный опыт. Может, это прозвучит глупо, но это должно быть что-то типа а-а-а-а! В него помещается 1200 тонн жидкого кислорода. Мы успешно протестировали его на максимальное давление.. и еще чуть-чуть. Проблема с нынешними аккумуляторами в том, что они говно. Реально ужасные. Я раньше говорил, что машина очень безопасна, если только вы не планируете съезжать с обрыва, а потом кто-то съехал с обрыва. Он в порядке. Здравствуйте, меня зовут Эрик Уорд, и я аспирант программы разработки и управления систем. Я недавно читал о японской строительной компании Обаяши, которая объявила о планах построить космический лифт к 2050 году. Интересно, есть ли у SpaceX на это ответ? Браво. Если вы покупаете машину на ДВС без автопилота, это как если бы вы сели на лошадь и пользовались раскладным телефоном. Типа, серьезно, это не самая лучшая идея. Но это же вообще отлично. Спасибо, что посмотрели это видео. В этот раз в озвучке нам помогал мой друг и коллега Стас Васильев. Я пообещал, что за это куча людей подпишется на его инстаграм. Вот он. Пожалуйста, сделайте так, чтобы я его не обманул, и это не оказалось первоапрельской шуткой. Это был канал Илон Маск. Кстати, у вас спина белая.